Здравствуйте, меня зовут Алмаш Шарман, я являюсь профессором медицины. Возможности интернета позволяют мне даже в условиях карантина общаться со своими коллегами, а также друзьями, родственниками и пациентами. Ко мне часто обращаются с вопросами о коронавирусной инфекции, я постараюсь ответить на некоторые из них. Часто интересуется откуда вообще взялись эти коронавирусы и насколько они опасны. Но, прежде всего, предлагаю разобраться в том, что такое вообще вирусы. Считается, что вирусы присутствуют на планете около 4 миллиардов лет. Они являются микроорганизмами, также как и бактерии и грибки, но они гораздо меньше по размеру. Образ жизни вирусов считается одним из наиболее успешных для выживания. Но дело в том, что они способны воссоздавать себя, используя ресурсы других организмов – человека, животных, растений и даже других бактерий. То есть вирусы являются паразитами. Кстати, термин «вирус» в латинском означает «яд». Коронавирусы – это широкое семейство вирусов, состоящие из более чем 300 разновидностей. Коронавирусы впервые обнаружили в 1950-х годах благодаря электронной микроскопии. И вот тогда и увидели многочисленные остроконечные щупальца на их поверхности. По ним эти микроорганизмы и получили свое название коронавирус. Вот будучи молодым врачом, мне приходилось сталкиваться с коронавирусной инфекцией, которая чаще встречалась у детей, проявляясь безобидными воспалениями верхних дыхательных путей. Приблизительно четверть обычных простудных заболеваний с насмирком и кашлем вызываются коронавирусами. Однако в последнее время людям приходится сталкиваться с очень опасными коронавирусами. Они, как правило, являются пришельцами из животного мира. Так каким образом коронавирус попал в человеческие организмы? С человечеством коронавирусы сосуществуют 55 миллионов лет. Однако идеальным резервуаром для них являются летучие мыши. Будучи какими позвоночными, они вместе с тем способны летать и таким образом невольно распространять различные вирусы, в том числе и коронавирусы. Они, в свою очередь, склонны к быстрой мутации, то есть к генетическим изменениям. Вот результатом такого токсического стечения обсередствия становится то, что периодически в природе возникает разновидности коронавирусов, способных преодолевать межвидовой барьер и таким путем переходить к человеку. При этом они становятся очень агрессивными, вызывая болезнетворные проявления, зачастую с летальными исходами. Однако для того, чтобы выжить в организме человека, такие вирусы должны мутировать. С этой целью они заимствуют некоторые фрагменты генетического материала у других видов коронавирусов, которые доселе мирно существовали с нашим организмом. Таким путем возникает выносливая и смертоносная химера, такая как нынешний коронавирус. Медики самоотверженно борются с распространением коронавирусной инфекции. Однако каждый из нас может им в этом помочь. Для этого чаще и правильно мойте руки обычным мылом. Старайтесь ограничивать общение. Бережно относитесь, помогайте близким и при этом ведите себя так, как будто у вас у самого могут обнаружить заражение коронавирусом. Если будут вопросы, пишите мне мой электронный адрес здравсобачказдрав.кз. С вами был Алмаз Шарман. Берегите себя и близких. До скорых встреч!